здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мистер мистер мы с вами поговорим о ноже производства американской компании benchmade модель 150 55 1 bone collector lbk вообще мы сегодня с вами поговорим об одном таком ноже из серии которую уже не делают на самом деле сейчас только остатки серии bone collector можно встретить где-то в магазинах компания benchmade уже несколько лет не производит эти ножи на смену серии bone collector пришла так называемая серия hunt в принципе по своей задумке это приблизительно одно и то же однако в серии hunt наши получили существенное развитие мы с вами поговорим об этом следующий раз а сегодня для того чтобы у постоянных зрителей канала сложилось какое-то представление по поводу того чем были охотничьи ножи benchmade до того как появилась серия hunt мы с вами поговорим об одном из ножей серии bone collector вообще bone collector с вот такой символикой это такое шоу которое шло на каком-то телевизионном канале американском и в конечном итоге компания benchmade стала делать ножи ну скажем так с его эмблемой такая вот замечательная коллаборация в принципе надо понимать что люди которые участвовали в этом шоу не особенно участвовали в разработке ножей и собственно в итоге появились вот такие вот именно охотничьи ножи которые с одной стороны на свое время выглядели ну скажем так достаточно современно с другой стороны представляли кивок ну сторону такой классики действительно классики охотничьих складных и не только складных ножей которыми пользуются соединенных штатах америки говоря о модели 150 55 конечно в некотором роде уместно что в кадре появится вот такой и и но если хотите прообраз правильнее сказать нож который был популярен вот в этом же самом формате гораздо раньше чем появились ножи компании benchmade и очень многие люди в принципе сравнивают все охотничьи серии benchmade именно с вот этими ножами от компании bug в данном случае вы сейчас видите в кадре bug ranger 112 это уменьшенная версия знаменитого просто легендарного действительно ножа bug 110 hunter то есть собственно говоря на жить имеют одно и то же назначение и как бы вот это прямо классика классика модель которая по сути дела была была разработана еще в 50-е годы а вот это вот ее обновление от компании benchmade так как они ее видели в конце 90-х или в начале двухтысячных годов давайте теперь посмотрим на benchmade поближе и немножко посравниваем его со 112 баком в некоторых элементах где это будет уместно накладки на рукояти этого конкретного ножа сделаны из стеклотекстолита g10 однако нужно отметить что конечно серия boncollector была наиболее известна и узнаваема по своим деревянным накладкам они имели точно такую же форму но выполнялись из разной стабилизированной древесины но принципиально конечно вот на охвате ножа это никак не отражалось в данном случае разве что наверное стеклотекстолит немного попрактичнее если вы действительно пользуетесь этим ножом по назначению то есть на охоте здесь уже такая хитрая текстура и в принципе в этом отношении конечно нож скажем так заметно отличается от классики но допустим классика 112 рейнджер здесь конечно как это было в 50-е годы были приняты больстеры и накладки из дерева но в принципе если взять модель этого ножа с деревянными накладками так его в классику явно чувствуется потому что на остальных ножах в то время там тактической серии синей серии уже у бенчмит использовались вот именно такие материалы как здесь это как бы такая переходная модель если хотите но при этом в ней много на самом деле чего осталось от классики во первых это конечно же используемый замок на момент когда производилась серия boncollector axis lock у компании бенчмит уже существовал однако многие американские охотники да и не только охотники были привычны к замку который ну так скажем широко популяризовала именно компания бака замок бэклок который использовался в частности на классических охотничьих фолдерах и собственно бенчмит решили что эту привычку сразу по крайней мере отнимать у пользователей нельзя и здесь сделан в общем-то такой же бэклок с примерно таким же размещением собственно кнопки пружины не работает примерно так но нужно заметить что бэклок на бенчмите несколько такой имеет более свободный ход нежели чем на ножах компании бак которые в принципе известны всем впрочем на баке но вот смотрите сами то есть получается что клинок в общем-то не падает как бы я тут не давил по большому счету его предполагается складывать двумя руками или обо что-нибудь на бенчмите в общем-то можно добиться такого эффекта если здесь так сильно добираться то нож можно в общем-то сложить ну с гораздо меньшими усилиями тем не менее это все тот же самый бэклок но обратите внимание конечно пружина замка здесь гораздо с более интересными декоративными эффектами выполнена чем на баке ну собственно говоря это бенчмит в тот момент это было такое их важное преимущество что они делали такие декоративные элементы в принципе здесь они есть и на накладках и на клинке важным отличием от классических складных охотничьих ножей которые были приняты в америке конечно же стало существование клипсы здесь это в общем-то специально разработанная клипса для подобных моделей используется не на одной давайте поближе на нее посмотрим но тем не менее это такая классическая бенчмейдовская клипса очень хорошо работающая очень удобной формы к ней вообще не может быть никаких нареканий разве что вот эти вот торчащие немного крепежные винты они немного цепляются за край кармана это совершенно не критично но как бы такой способ крепежа вот в современном мире кажется немного архаичным потому что все-таки чаще всего сейчас стараются делать утопленные головки болтов но здесь немного не так а вот что там ноже осталось от классических моделей так это стальные и вообще никак не облегченные лайнеры внутри то есть сейчас да и в то время когда эти модели появились уже в общем-то довольно многие производители поняли что если вы используете на накладках рукояти пластик gtn стальные лайнеры как минимум могут быть облегчены на прочности ножа это никак не скажется а вот масса заметно изменится здесь же все сделано как на олдскульных баках в точности так на клинках большинства ноже этой серии было сделано вот такой вот клеймо бон коллектор было принято смотрелось хорошо и интересно ну и конечно делала ножи узнаваемым с другой стороны был логотип этого же шоу и такой еще несколько иначе чем сейчас написанный логотип компании бенчмит важнейший конечно отличительной особенностью клинков являлось то что почти на всей серии по крайней мере в базе клинки делались из стали d2 это обеспечивало на тот момент довольно таки высокую твердость но при этом не использовалась порошковая сталь что принято в общем-то сейчас на более современной серии хант сейчас используются в основном стали с 32 как и на большинстве ножей синей серии в те времена была d2 и этот нож это не обошло стороной в свое время конечно считалось что подобная форма клинка даст d2 закаленный на достаточно высокую твердость дает возможность действительно достаточно долго и спокойно разделывать дичь ну по крайней мере такая идея была вот этих ножей всех ножей этой серии здесь конечно мы с вами имеем дело с таким маленьким складным ножом разделывать им удобно но какую-то только очень небольшую дичь по большому счету вот но при этом надо сказать что нож конечно обладает весьма удобной действительно эргономически удобной формы с одной стороны удобная форма рукояти с другой стороны очень удобный для этой рукояти клинок во всех хватах то есть небольшой действительно очень юркий с очень комфортным для охотничьего ножа балансом вот прям так конкретно в рукоять потому что при разделке дичи руки как правило всегда в крови там какой-то слизикой быть прочих таких вещах то есть по большому счету здесь баланс рукоять просто необходим когда вы берете нож вот в режущий хват у вас прям действительно нож в любом случае будет заваливаться обратно к вам в ладонь при таких небольших его размерах это действительно очень удобно то есть знаете это вот такой вот прям инструмент которым нужно активно что-то делать резать как бы поддевать протыкать во всех формах будет он в руке у вас сидеть достаточно удобно при этом нож имеет достаточно большую массу для ножа такого размера то есть по современным меркам можно сказать что относительно своего габарита этот нож просто тяжелый но тем не менее вот есть довольно таки много людей которые любят такие ножи как ножи охотничьи да так же как и ножи эдиси и собственно вот здесь это один из именно таких ножей ну то есть стальные лайнеры достаточно тяжелая пружина замка в целом конструкция ножа никак не работала на то чтобы не отягочать своего пользователя во время ношения однако вы такой нож как бы всегда будете слегка чувствовать на кармане и не потеряете его кроме того получите такой действительно комфортный в работе инструмент ну и надо сказать что с точки зрения внешнего вида смотрится на этот нож настолько же необычно насколько он удобен в работе очень узнаваемые ножи этой серии свое время получились компании бенчмент и надо сказать что очень многие люди и сейчас предпочитают их против современной серии хант как раз на ножах серии бон коллектор можно проследить как компания бенчмент постепенно внедряла какие-то новые элементы управления ножами такие более или менее современные в ножевое сообщество особенно самую такую ретроградскую если хотите его часть это вот охотники такие в общем-то или пожилые люди которые привыкли к определенным элементам управления складными ножами сша надо сказать что очень многие люди складными ножами пользуются практически всю жизнь постоянно носят где-то по карманам и привыкли к определенным элементам управления они не хотят чего-то нового того что появилось например в современной серии хант или в современной 530 серии компании бенчмент но тем не менее в принципе им интересно получить ну какой-то новый нож отличный от того что придумали уже больше 50 лет назад например вот от таких баков и надо сказать здесь ощущается такой определенный переход то есть с одной стороны здесь нет каких-то сложных элементов управления ножом нет шпеньков нет замка аксис лотк вот который позволял бы как-то привыкнув ну скажем так более удобно пользоваться ножом здесь классический ногтевой зацеп ничего такого в принципе особенного нет но совершенно другая форма позволяющая так скажем с одной стороны неплохо резать как это было на классических охотничьих фолдерах а с другой стороны и выполнить какую-то такую поддевающую работу потому что мягко говоря здесь клинок помощнее использована более современная на тот момент сталь до 2 это сейчас она уже используется даже на многих китайских сериях ножей а в те времена до 2 была сталью которая использовалась вот на серии бон коллектор от компании бенчмут и на многих тактических ножах не только этого производителя потому что в принципе это была наверное одна из самых твердых и доступных в тот момент стали если конечно не рассматривать стали порошковой поэтому здесь в принципе можно было за вменяемые деньги получить нож нос интересно тот момент стали но при этом сохранился замок бэклок но добавили пружину была возможность купить этот нож с деревянными накладками но в принципе если вы готовы были смотреть в сторону чего-то более современного были вот такие вот накладки из g10 и конечно же здесь явно видна такая гораздо более сложная фрезеровка более современная что ли чем это делалось на таких олдскульных охотничьих фолдерах бон коллектор вот при этом были такими ножами которые имели очень свой узнаваемый интересный внешний вид и в принципе надо сказать что какие-то его элементы перекочевали на некоторые модели современной серии хант то есть серия в своем роде осталось тоже узнаваемый но тем не менее перестала быть серии бон коллектор стала гораздо более современными ножами но об этом мы с вами поговорим другой раз сейчас если вас заинтересовал тот но что еще можно попытаться поискать его по интернет магазинам кое-где эти ножи еще встречаются в оффлайне и надо сказать что хотя это и раритет но пожалуй это одни из самых интересных охотничьих ножей которые могут конкурировать с легендарной серии баг hunter с вами на канале мистер мистер был заливаха надеюсь что вам это и было интересно большое спасибо за просмотр пока